На этой неделе в Славянске-на-Кубани состоялось торжественное открытие отделения номер 5 Диализного центра «Нефрос». Соглашение о реализации инвестиционного проекта по его строительству между администрацией района и обществом с ограниченной ответственностью АМОС было подписано в 2013 году во время проведения международного инвестиционного форума в Сочи. Для пациентов с хроническим заболеванием почек это больше, чем подарок. Ведь чтобы провести жизненно важную процедуру, больным из Славянского района раньше необходимо было ездить в Краснодар или Новороссийск. Теперь, чтобы провести диализ мирового уровня, не нужно ехать в другой город. Перед торжественным открытием центра к присутствующим обратился глава Славянского района Роман Ченеговский. Это второй дом для 50 пациентов Славянского района. И здесь также будут лечиться, я уверен, что пациенты ближележащих районов. Потому что и в зимний период, и в летний, и вообще в целом большие переездки, конечно, они чреваты определенными трудностями. И то, что он находится в Славянском районе, я вдвойне вам благодарен, потому что это действительно большое дело для наших больных. Общий объем инвестиций по проекту составил 225 миллионов рублей. Реализация этого проекта – яркий пример социально ориентированного бизнеса. 100% средств, затраченных на строительство диализного центра – это частные инвестиции. Однако для пациентов проведение процедуры бесплатно, включая расходные материалы, подвоз из отдаленных районов проживания. Средства будут направляться из Фонда обязательного медицинского страхования. В диализный центр на процедуры будут приезжать жители не только из нашего, но и Красноармейского, Крымского, Темрюкского и Калининского районов. Мы очень давно об этом мечтали, об этом центре. Мне показалось, что наша мечта реализовалась. Центр получился красивым, удобным, комфортным для больных и в нужном месте, потому что действительно больных из Славянска самого всего 50 человек, а всего здесь 130 пациентов. В центре современный интерьер, простор, чистота. В больших диализных центрах индивидуальные телевизоры, чтобы можно было отвлечься во время длительной процедуры. Занимает она 4 часа. И повторять её необходимо раз в 4 дня. Поэтому в диализном центре «Нефрос» создали максимально комфортные условия для пациентов. Но главное всё же – наличие новейшего оборудования и препаратов. Медицинский персонал учреждения прошёл дополнительное трёхмесячное обучение. Также диализный центр «Нефрос» позволяет вести онлайн-контроль за пациентами из любой точки планеты врачам с мировым опытом. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События».